Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим лавандовый бисквит для торта. Этот бисквит уже мною проверен, можете смело пользоваться рецептом. Если потребуется, можете подогнать его под себя. Но, я думаю, этого не потребуется. Кстати говоря, этот бисквит можно взять за основу, не используя лаванду, за основу к любому торту. Очень хороший получается пышный бисквит, вы сейчас в этом сами убедитесь. И для него мне потребуются следующие продукты. Яйца, у меня нулевки, сливочное масло, я его растопила, и оно у меня уже здесь до комнатной температуры остыло. Также нам потребуется лаванда, сушеные цветы. Сейчас давайте я раскрою вам, покажу, какие они. Специально для бисквита я несколько ложечек чайных измельчила в кофемолке. Так будет удобнее, как сразу пахнет, когда баночку открыла. Также нам еще потребуется несколько капель фиолетового красителя, сахар, мука просеянная и разрыхлитель. Яйца и сахар мы соединяем в чашу, которую будем ставить на паровую баню. Постоянно помешиваем и держим смесь на паровой бане, пока ее температура не достигнет 60 градусов. Яичную смесь переливаем в чашу, где будем взбивать. Взбиваем мы на самой большой скорости, до тех пор, пока наша масса не остынет и чаша не будет комнатной температуры. На последней минуте я добавила 2 капли красителя, можно этого и не делать, но насыщенный лавандовый цвет бисквит получает именно от красителя. На взбивание у меня ушло 5-6 минут. Пока взбивались яйца, я перемешала сухие ингредиенты. Здесь у меня мука, разрыхлитель и лаванда. В 2 этапа добавляем сухие ингредиенты к яичной массе и лопаткой аккуратно перемешиваем движениями снизу и вверх, переворачивая. И в самый последний момент мы добавляем растопленное сливочное масло и опять же все хорошо перемешиваем теми же движениями. Тесто должно остаться пышным, ни в коем случае оно не должно стать жидким. Для выпечки я буду использовать 20-сантиметровую форму, это у меня просто самый ходовой размер тортов. Чаще всего я выпекаю именно в такой форме. Если вы будете выпекать в 18-сантиметровой форме, то у вас бисквит получится повыше. Сразу все тесто переносим в форму, в духовку ставим разогреваться до 175 градусов. Выпекаться у нас бисквит там будет 30 минут. Хотя лучше ориентироваться на сухую зубочистку, так как духовки у нас у всех разные. После выпечки достаем форму из духовки, переворачиваем ее на решетки и даем бисквиту в таком положении остыть в форме минут 10. После чего переворачиваем форму, проходимся по бортикам и извлекаем его. Теперь даем полностью остыть, затем заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник как минимум на 2 часа. После чего мы можем его разрезать. Разрезала я этот бисквит на 3 коржа. Если вы будете выпекать в 18-сантиметровой форме, то вполне возможно разрезать на 4. Бисквит получается в меру влажный, в меру сладкий, пористый, все как нужно. Хранить его можно в холодильнике, в пленке 5-6 дней, в морозилке до 1 месяца. Пропитывать или нет, все будет зависеть от того, с каким кремом будете вы его сочетать, с каким наполнителем. Я же, когда делала лавандовый торт, пропитывала его. Но об этом в одном из следующих видео, когда мы будем с вами делать лавандовый тортик. Пробуйте, экспериментируйте. Как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго! Продолжение следует...